Здравствуй, с вами я, Алексей, вы с моим парадигм. И нас встречает, как всегда, то есть, так как я выхожу, смотря на Яндер, то когда я захожу, то есть, она пишет вот что-то подобное. Как поживает сэмпай сегодня, потрясно, как всегда, и смотрит юнофейсом. Это очень приятно. Люблю, когда на меня смотрят юнофейсом. Да. Значит, я всегда ношу с собой видеокамеру, подушку, на случай, если я усну. Надеюсь, ты не против. Кстати, это хорошая идея. То есть, с такой болезнью, я думаю, это очень хорошая идея. К тому же, вот у неё такие большие сиси, что ей подушка не нужна. Мне кажется, она могла бы в них засыпать. Такая легла в свои сиси и спит. Значит, смотрим. Возраст 22. Неплохо так. Группа крови третья. Хобби сон. Любимая работа, кино, любимая еда, крем-брюле. Предпочитает плюшевые игрушки. Неполная занятость, любимое качество, учтивость. Бюст 6. 6 бюст. Такое вообще бывает. Ну и смотрим. Давайте её качать. О чём мы можем поговорить? Стоит ли мне научиться менять колёса машины? Не хотелось бы однажды встать на распутье. Почему, по-думаю, вот такие религиозные? Я добавлю себя на мысли. Потому что думаю о всяком. О нет, похоже, ко мне подкрадывается дремода. Сегодня увидела дорожный знак с фотоаппаратом. Ну, не знаю. Так, коктейль. Нужно подарить ей... Давайте прогулка под луной. Она там не уснёт. На этой прогулке. Стоп, а здесь нам 6 нужно. Блин. Могу ли я убрать и поставить вот так? Всё. Нужно ровно 6 оставлять. Так, под луной. А под луной она не заснула, да? Как только я увидела, что ты не превращаешься в оборотня, мне стало намного спокойнее. Присветил он. Спасибо тебе за милое свидание. Вот они, эти заговорщики. Эти конспирологи. Такие вот. Как только... Так, это уже было. Ну, и теперь давайте подарим напиток. Благодарю. Это очень вдумчивый подарок. Особенно мне нравится то, что я не порежусь, если упаду на него. Ну, не факт. Не факт, не факт. Можешь и порезаться. Если разобьёшь рюмку. Раз. Я знаю, это может прозвучать немного странно, но можно мне позаимствовать твою толстовку с капюшоном. Типа навсегда. Ох, спасибо, её так приятно носить, когда становится прохладно. Она такая тёплая и вкусно пахнет. Спасибо большое. Всегда рад потелиться толстовкой. Ночью мне приснилось, что я спала, и у меня был сон о тебе вчера днём. Такой вот трип. Хе-хе-хе. Хе-хе, дурашка, мурашка, прекрати. Так. Ночью мне приснилось, что я спала, и у меня был сон о тебе вчера днём. Так, флиртовать. Единороги звучат более вероятно, чем утконосы. Ну, чистое записание. Откладывать деньги, это всё равно, что заплатить самому себе за безделье. Ну, не знаю, нет. Короче, их фигню какую-то несёт. У неё проблемы с головой. Думаю, тебе нужно прозвище. Пляжный мячик или лапки панды. А, слушайте. Да, насчёт того, что и единороги звучат более вероятно, чем утконосы. Дело в том, что, типа, что они... В смысле того, что по описанию... По описанию... То есть... Ну, хотя утконос, там же ж непонятно, как он выглядит из описания. Но если вот описать утконоса единорога, то ты поверишь, что единорог существует, а утконоса не существует. То есть, что это выдуманное животное. А получается наоборот, что лошади с одним рогом не бывает, а утконосы существуют. Я только что заметила, что неделя не делится пополам. Страшновато. Всё во вселенной, либо картошка, либо не картошка. Ну, логично. Такое деление. Логично. Ты хорошо выглядишь сегодня. Я имею в виду привлекательно. Не в смысле хорошо. То есть... Добро, добро. Хотя и так тоже. Можно я посплю на полу откладывать деньги? Так. Тебе нравятся девушки? Не уверена, что ты в курсе, но... Одна прямо перед тобой. Думаю, тебе нужно прозвище пляжный мячик или лапки панды. Вот меня смущает, что здесь трапов всяких нет. Ну, не то, чтобы я их сильно хотел видеть, но, блин. Какое нафиг аниме без трапов? Ты хорошо выглядишь сегодня. То есть... Так. Я... Мне действительно нравятся учтивые люди. Если ты будешь шептать мне нежность, и меня проберёт дрёж. Почему люди хотят спать, как младенцы? Младенцы не очень-то это умеют. Да, младенцы не любят спать. Ну, ладно, давайте ещё свидание на пляже теперь. Ох, мне так понравилось. У тебя талант приводить девушек туда, где им понравится. Это суперсила. Она спит на пляже, тупо. А в чём это она? Под песком, что ли? Блин, типа... Это странно. Ой, тебе не стоило. Спасибо, ко мне столько внимания. Эм, у меня ещё один странный вопрос к тебе. Ты любишь девушек? Не просто, а в особенном смысле. В смысле, а чё, гей, что ли, сюда пришёл? Слава богу, то есть очень занимательная жизненная позиция. Я горжусь тобой. Э, что? Нифига себе. Если ты любишь девушек, то девушки уже тобой гордятся. Вау, ты такое достижение. Он любит девушек. Нифига себе. Никогда такого парня не видел. Но вскоре это может стать реальностью, конечно. Ночью мне приснилось, что я спываю. У меня был сон о тебе вчера днём. О, да, это приятно. Продолжайте мои лапки панды. Так, ночью мне приснилось, что я спываю. Тебе приснилось, что ты спала. Так, ты хорошо выглядишь сегодня. Ну, это пока что то же самое. Давайте. Экскурсия. Заблудилась. Я замечательно провела время. Давай как-нибудь снова сделаем это. Да хотя бы сейчас, если хочешь. Тортик. Ах, а ведь это даже не мой день рождения. Или он самый. Подожди, надо проверить календарь. Слушайте, это особое что-то. Ну, то есть, может, именно когда ты тортик ей даришь, она особые фразы говорит. Не всегда кажется, что вдруг здесь что-то особенное я нашёл. Я не владею словами. Так что вот, будешь ходить со мной на свидание. Обнимашки и всё такое. Прости, я не знакома с принятыми терминами. Радость. Ты делаешь меня такой счастливой. Подушка. Ну, это мне не очень понравилось. Она, конечно, прикольные фразы говорит. Но вот чисто стиль, блин, и слишком большая грудь. Ну, что я с такой грудью буду делать? Анжелина Джоли, например, себе вообще отрезала грудь. То есть, из-за того, что та ей мешала, слишком большой была. Так что, такая вот фигня. Если я отрублюсь и упаду на тебя, то можешь дать мне вздремнуть в твоих руках немножечко. Надеюсь, это не проблема. Одно и то же, к сожалению. Говорят, любовь это слово из шести букв. Я проверила, и так и есть. Не могу перестать думать, что это может быть сном. В основном, потому что парочка моих отношений именно так и закончилась. Ты существуешь, верно? Говорят, любовь это слово из шести букв. Я проверила, и так и есть. В твоих объятиях я чувствую себя в безопасности. Ты как тёпый, уютный, спасательный жилет. Бьюсь об заклад, что Капитан Америка хорош во фрисби. А, ну да, у него щит такой, как тарелка. Зачем делают мыло для посуды с запахом? Людям важно, как пахнет их посуда. Мне свою тоже нюхать. Ну, действительно. Ну, возможно, потому что запах мыла, он не очень крутой. Ну, в смысле такого, не пахнущего, не душистого. В принципе, слишком пахнущий, я думаю, не стоит давать. Любовь это ортопедическая подушка с эффектом памяти. Не знаю. Когда мы целуемся, почему романтично смотреть тебе в глаза, но странно нюхать твой нос? И правда. Кто-то говорил, что я одна на миллион. Это значит в мире ещё 7 тысяч таких, как я? А, ну да. Походу на то. Если именно буквально воспринимать. Да, кстати. Буквально воспринимать вещи, которые говорятся, мне буквально это интересно. Вот, действительно, она вот такая вот философ. Очень интересный. Может, у неё ещё и шизофрения. Любовь это, так... Я знаю, что я довольно пышная. Люди постоянно мне об этом напоминают. А тебе? А тебе нравится моё тело? О, Господи. Как-то снилось, что я баллотировалась в президенты. Я уже была на втором сроке, когда я проснулась. Иногда сны такая подстала. Да, блин. Я знаю, что я довольно пышная, так. Свалиться кубарем одновременно и смешно, и жутковато. Ох, здорово. Всегда очень приятно, когда ты говоришь что-то и получаешь ответ, а не пустой лишь взгляд. Обожаю ходить в кино. Я так люблю попкорн, и, вероятно, никто не будет против, если я засну. Зачем делать мыло для посуды? Да, если подумать, то нёба – это как небо, потому что сверху. Ты думаешь о таких вещах. Да. Нёба и небо. А как вообще это слово появилось? Я всё время беспокоюсь, что ты лишь слон. Да. Мне нравится, когда ты меня обнимаешь. Такое чувство, что я внутри тёплого бурита или типа того. Нифига себе. Бурита. А я его ни разу не пробовал. Ох, здорово. Всегда очень приятно, когда говоришь что-то и получаешь ответ, а не пустой лишь взгляд. Да. Тебя обнимать намного приятнее, чем подушку. Ты ведь не возражаешь, правда? Ну ладно, плюшевую игрушку давайте ей подарим. Подружка, держи плюшевую игрушку. Ты делаешь меня такой счастливый, я сейчас расплачусь. Это странно, плакать от счастья, но мне нравится. Так, кинотеатр. 6 миллионов надо на него потратить, или 4 миллиона. Хи-хи, было здорово. Я беспокоилась, что ты отведёшь меня на страшное свидание. Но это было весёлым. Ну и давайте не маятся. Мне нравятся ярлыки. Я вешаю их на всё, чтобы не путать, что есть, что вокруг. Так что я бы хотела повесить ярлык на наши отношения. Можно я буду твоей девушкой? Неплохой ярлык. Все такие ярлыки вешают. Действительно, я не знаю. Кто бы так ни это не делал. Идеально, я сбегаю домой за машинкой для ярлычков. Новый уровень цели. Когда я рядом с тобой, я слышу, как бьётся моё сердце. От этого становится смешно. Так. Она, знаете, кого напоминает? Того же Элла из Тетради Смерти. Тоже, типа, странный. И у неё странности. Значит, милого щенка ей подарим? Или не подарим? У меня мурашки по коже, когда ты меня касаешься. Даже если ты касаешься носа. Почему так? На днях я случайно включила режим паники на своих ключах от машины. Это действительно сработало. Я запакан... За... Запаканикова. Я запаниковала в тот же мених. Блин. Просто я недавно проснулся. И спросил у меня, у меня язык заплетается почему-то. Но вообще, это интересно. Раньше не заплетался, во-первых. А во-вторых, я знаю одного человека, у которого был типа инсульт. И у него тоже язык заплетается именно после этого. Что очень плохо, я бы сказал. Я удивляюсь, почему это считается романтичным, если аккуратно убрать ресничку с чьей-то щеки, загадать желание и сдуть ее. Но так не принято с другим типом волос. Тоже интересно. Такая вообще традиция, я не слышал, чтобы кто-то так делал, реснички убирал и там сдувал их и загадывал желание. Как-то снилось, что я баллотировалась. Да, помним. Можно сказать, мы сладкая парочка. Но мне любопытно, сладости всегда ходят парами. Сон это как путешествие во времени. Ты такой просыпаешься и вот оно, солнце снова на месте с возвращением. Резерву настоящую. Я удивляюсь, почему так. Буква Д в слове сердце. Просто поразительно. Поразительно. Не понял, почему. Ну типа она нафиг там не нужна. Обожаю ходить в кино. Да, это помним. Меня однажды спросили, честная ли я. На такой вопрос вообще можно ответить нет. В смысле, я не честная? Ну да, нельзя. Потому что если ответишь нет, не честная и ответишь при этом честно, то в таком случае соврешь. И да. В твоих объятиях я чувствую себя в безопасности. Ты такой теплый, уютный, да. Ну все, пожалуй. Теперь милого щенка дарим. Так, милый щенок 500 миллионов стоит. Жесть просто. Ты ведь никогда не предашь меня, не расстроишь меня, не сбежишь и не бросишь меня. Никогда не заставишь меня плакать, не скажешь прощай, никогда не соврешь и не причинишь мне боль. Тогда я люблю тебя. Вот так просто, блин. Условия. Так, панда павс. Получено достижение. Лапки панды. Да. Ну, здесь нормально. Правда, она немного выкручена так. И сисянды огромные. Ну, сойдет. Приятно снова видеть тебя, рада, что меня не забыли. Вчера я заснула в поезде. Мне снилось, что я очнулась в таинственной школе, в которой у молодых людей есть поразительные силы. Это было потрясающе. Люблю людей икс. Ну, блин. Я думаю, это какое-то аниме, потому что там... Моя геройская академия, например. То есть тоже школа, где у детей особая способность. Вчера я заснула... Так, это уже было. О, привет. Я как раз о тебе думала. И тут ты. Как же хорошо, что я думала не об оборотнях. И они бы появились. А чё ты не любишь оборотней? Они дикие. Почему безымянный палец? У него же есть имя. Ты мне нравишься. Ты моя любимая причина улыбаться. А ты моя. Ну, хотя, в смысле, как? Не самая любимая. Но одна из причин улыбаться, что уже круто. О, привет. Я как раз о тебе думал. Приятно снова видеть. Приятно, что меня не забыли. Так. Хи-хи-хи, прекрати. У меня уже щёки сводят от улыбки. Твоя любезность опасна. Ай, кто-то путает меня с дверным звонком. Ух, я так похожа на игрушку для обнимашек. На самом деле, это типичная ошибка. А почему обниматься? А почему обниматься? Прикольно. Кстати, сиськи, я думаю, в обнимашках только помогают. Хи-хи. Прекрати. У меня уже щёки сводят от улыбки. Твоя любезность опасна. Ну, в общем-то, давайте ещё посмотрим. У меня мурашки по коже, когда ты меня касаешься. Даже если ты касаешься, ну, что почему так? Мне однажды спросила, да. Ну, в общем-то, походу, всё здесь, по крайней мере. Давайте теперь нутаку откроем. У тебя в кармане зеркало, да. Мы помним. У тебя есть что-то новое? Привет всем моим девчонкам в рыцарь любви. Моя отсылка может быть натянутой, но я их искренне люблю. Квилл, моя любимая киска. Интересно, насколько далеко она может зайти в своём образе, прежде чем сочтёт это непотребным. У тебя милый личик, я хочу обнять его своими ногами. У меня есть редкая копия Камасутры. Я многое сделала, чтобы добыть её. Всю Камасутру испробовала, чтобы добыть. Милые туфли, тебе не показалось, что это приём пикапа. Ведь так оно и было. Так, ах, у тебя хорошо получается. У тебя в кармане так. А кроме зеркала ты ничего не говоришь? Ничего. Я так понял, что в конце, в принципе, остаются все фразы. То есть, фразы только дополняются, но их не становится... Они не упираются с ростом отношений. Хотя, кто его знает, какие они там. Так, свидание. Ха, это было чертовки романтичные. Мы всё время останавливаем свои одежды и всё такое. Так, и теперь коктейль. Ещё подарки. Я не знаю, что сказать. Я обещаю держать их рядом с собой. Ты отлично справляешься. Играешь в первых рядах. Узнаёшь все наши надежды и мечты. Это так романтично, детка. Удачи тебе со всякими нежностями. Хреновые пикап-фразочки помогают мне получить множественный оргазм. Вперёд, попробуй. О, она сердечко так делала. Ну, блин, очень странное лицо. Ах, у тебя хорошо получается. Так. Одно и то же. Ну ладно, тогда теперь свидание на пляже. О, интересно. А что это за синий? Это типа крем? Ну, а, это с мороженки у неё падает. На сисяндры. Я люблю быть мокрой. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну да. На пляже только этим и заниматься, чтобы быть мокрой. Как обычно, только одна фраза. Такс, вот она мокрая. Ой. Такс, у неё возраст 29. Кстати, заметьте. У неё тут моргнуло. То есть, она что ли моргать умеет, как Яндер, это самое. Или нет? Так. Ханки-панки. Хоппи. Группа крови. А, Б, минус. Что? А, у неё две группы крови, что ли? Нифига себе. Любимая работа. Любовь. Короче, очень... Шлюха. Шлюха. Любимая еда. Ход карамель. Горячая карамель. Предпочитает нижнее бельё. Ах, остальные, что ли, не предпочитают нижнего белья. Род занятий. Танцовщица. Любимое качество. Атлетизм. Бюст 5. О-ля-ля, я просто обожаю, или её груди выглядят манифик. Разве не так? Они заслуживают лучших взбитых сливок. Забавный факт. Яркие цвета для фона, сокрушительного увлечения были выбраны, чтобы никто случайно не увидел своё отражение в мониторе. А-а-а. Типа, это даже так работает? А почему, типа, мы не должны увидеть своего отражения в мониторе? кстати вот насчет сокрушительного влечения вот эта игра crash crash хоть и называется но блин она типа ее второе название сокрушительное влечение поэтому мне нужно это записать и добавить в теги для видео вдруг кто-то будет по этому тегу искать так все добавил прикольненько я не знаю почему киской обычно называют слабых и чувствительных людей нужно смотреть на термин шире хочешь узнать меня лучше это так мило я люблю тантрику бдсм оргии ролевухи по-быстрому вайеризм и хорошую курку о и оригами типа все теги порнхаба рассказала слушай бюстгальтер враг каждой женщины это проклятие друзей во всем мире я отказываюсь в этом участвовать нет бюстгальтеры нужны иначе обвиснут сиськи будет некрасиво мне нравится этот наряд но ты можешь меня от него отговорить а типа родить вол улес волос каучер а век мой загугли эту фразу и возвращайся ко мне детка хочешь узнать меня лучше это так мило мне нравится а ну да забавный факт яркие цвета так это уже было ну давайте дальше значит плюшевую игрушку подарим с каждым повышением уровня ты все ближе к сладкой награде и под сладкой наградой я имею ввиду себя ну спасибо я и так бы догадался ха-ха-ха извини иногда мне нравится пошлость я буду делать намеки тоньше обещаю ночью неплохо так ну то есть да на любителя конечно девушка обычно наоборот парни так пошлят они девушки плюс опять же же вопрос то есть если это было бы не аниме а вот в реале так девушка пошлила то ты бы подумал что она шлюха шлюх как бы мало кто любит и в таком случае я бы с ней наверное не мутил как раз таки из-за этого ну не люблю когда девушка со всеми подряд трахается твоя лучше просто с ней не мутить и стараться не влюбляться плюс еще типа а вдруг у нее какой-то там это полячка винилическая я кое-что заметила ты не прижимаешь мою голову к подушке надо с этим разобраться ох вау вау да ну и что дальше экскурсия давайте экскурсии проводить так а это прикольно выглядит кстати экскурсия почему-то по какому-то осеннему месту японскому я японская осень или осенняя япония иногда я представляю что ветер меня обнимает гладит мои волосы трогает мою грудь ух я люблю это так туфельки как золушки ей может подарим давайте подарим туфельки она по моему их любит или не любит ух ты во боже ха ха мне становится так сложно держать себя в руках так свидание продолжаем о забавно встретить тебя здесь ты входишь или выходишь где тебя меня встретиться дай знать если тебе потребуется лишняя пара рук подмигивает ну так себе при других обстоятельствах я бы просто играла на ну так у нет но сейчас я жду что ты поиграешь со мной да интересненько а есть такой сайт ну так у нет надо будет поискать напишите вы проверили вот прямо сейчас проверьте если такой сайт и напишите я буду рад вашему комментарию так ну давайте нас ожерелье подарим вау такая заботливость я не знаю сколько еще смогу принять тебе придется рассказать мне о чем был фильм я немного отвлеклась опять мастурбировала да мне будет приятно если ты поцелуешь мои губы и мое лицо тоже что блин да понятно о каких губах идет речь хейс секси ты часто заканчиваешь свой путь здесь или ты обычно терпишь до дома короче ты часто кончаешь кто как бы часто кончает того девушки не любят наверное мне будет приятно если ты поцелуешь так 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 и секси я как раз собиралась душ хочешь присоединиться прикольно что ж победитель получает все хотя странно что все заключается в меньшем количестве одежды ха-ха знаешь какая часть истории моя любимая конец ха-ха глупые шуточки такие веселые хейс секси я как раз собиралась душ хочешь присоединиться пытаюсь найти рифму к слову кекс прекрасно теперь я думаю только о кексе прости отвлеклась и так моя любовь моя ты с каждым днем все лучше я не чувствую себя такой привлекательной с твоего последнего повышения уровня мне будет приятно если ты поцелуешь если я скажу что у тебя хорошее тело ты свяжешь меня и разберешься со мной и ты срываешь джекпот тигренок я даже не знаю значение фразы только на выход не понял привет любовь моя расскажешь о своих подвигах но возвращаешься на места бывых сражений опа и декай не но до кого это типа что-то по-российски и кавай прекрати бродить в кустах пора спускаться в спуститься в шахту а типа куст ну наверное это про машонку знаешь какая часть истории моя любимая так тебя должно быть достало и кота ведь я целый день думаю о тебе знаешь какая у меня любимая птица впрочем я и сама не могу решить верти головка или теркач ну ладно давайте сводим ее на остальные свидания раз два ты уже близко остался всего один уровень до лучшей награды из всех настоящей дружбы что блин шучу я лучшая награда это секс я такая забавная я не хочу никого другого когда я о тебе думаю то руки сами тянутся к телу так ну что ж еще попробуем от 30 миллионов требуется жесть ну что ж может быть сумочку ей зафигачить что ж победить получает все хоть я так я никому не позволю встать между нами разве что кроме одной из наших знакомых я займусь перед передом ты займешься задом когда дело доходить до секс я не хватает на долгое время как белого карандаша в рисовании я никому не позволю встать между нами разве что кроме одной из наших знакомых я займусь передом ты займешься задом короче давайте просто подарим сумку дизайнерскую причем время пришло закрой свой рот возьми смазку сделай это это так романтично помни стоп-слово панан я люблю тебя ну хорошо что здесь хотя бы какая-то цензура но есть короче дел си вот это вот ну понимаете как бы дел си она дает каждой девушке дополнительные две картинки там говорят и еще кучу этого ну кучу текста там пару фразочек пошлых именно сам то есть и ну в принципе это есть за что заплатить то есть это вот то что стоит бриллианты это обдираловка бриллианты нужно 4 а типа вот этих вот там девушек открывать за доллары это дороговато мне кажется хотелось бы верить что эти девушки премиумные даже не за бриллианты за чистые доллары они в общем-то это станут со временем бесплатными а может и не станут не знаю короче довольно давно они уже были платными и как бы так и не стали бесплатными к сожалению я кстати не видел в интернете возможности скачать этих девушек платных себе без покупки к сожалению это удивительно ну типа кто-то бы мог там может на торренте поискать еще ну хотя вряд ли напишите может быть у кого-то есть как бы steam версия в которой все это куплено и тогда может быть вы папочку мне перешлете и я тоже сниму все это потому что типа покупать не хочу все таки я не против если вы купите но типа сам не хочу у меня нету денег вообще тем более долларов тем более в количестве больше одного как ты относишься к утку кнуту и наручником потому что да и да когда дело доходит до щекотки всегда есть варианты мне нужны перья и 6 метров не ионовой веревки пожалуйста остановись не трогай меня повсюду я не выдержу ха ха смешок ох ты сущий дьявол у тебя чертовки хорошо получается ну да ладно Как ты относишься к нуту? Игра в доктора это для детей. Давай играть в гинеколога. Нормально так. Ты знаешь, что моя одежда содержит послание на прайле. Посмотрим, сможешь ли ты прочесть его. Что-то с сексом связанное. Ну типа шифт брайля, это ж вы знаете, пупырышки и... Короче, неровности, неровности. Как ты так... Красная лесть, бирюзовая пелять. Я буду твоей шесть, ты будешь моей девять. Поза шестьдесят девять. Ты знаешь, что моя одежда... Так, это уже было. Ну, еще вот это. Знаешь, какая у меня любимая птица. Впрочем, я и сама не могу решить вертиковую кота кота. Есть некоторые штуки, которые я всегда хотел испытать. Но для этого требуется лишняя пара рук и отсутствие комплексов. Интересно. Я восхищена твоим решительным отказом от штанов. Что-то она сказала. Ну, в общем, на паузе смотрите. Давай играть в «Правда или действие». Сделай меня. Извини, у меня плохо с воображением. Собралось душ что-то? Блин, я пропустил. Если я скажу, что у тебя хорошее тело, ты свяжь меня и разберешься со мной. Должна сказать, я восхищена твоим решительным отказом от штанов. Я и сама от них не в восторге. Знаешь, какая-то крупные шуточки. Ну, вроде бы всё. Теперь давайте всё-таки две девушки, и мы с ней будем разбираться. А именно, я сейчас сохраняю игру, как обычно мы это делаем. Раз. После чего мы смотрим костюмки, как мы это обычно делаем. Вот у Элли какие костюмки. Школьная форма. О, неплохо. Теперь я могу посещать школу жизни. Впрочем, большую часть я простую. Так. Ух, я похожа на игрушку для обнимашек. На самом деле, это типичная ошибка. Ну, прикольно. Такая школьная форма, именно матроска. То есть, знаете, вот эта вот матроска такая самая классическая. Почему безымянный палец у него есть имя? Но, правда, позу она как-то не меняет. Та же Яндера, она вроде бы меняла позу очень активно. Когда ей это, нажимали на нее. А так. Ну, вроде бы все, да. Давайте тогда дарить еще что-то. Купальник. Ух ты, какая прелесть. Спасибо тебе большое. Розовый точно мой цвет. Хотя я с радостью поделюсь, если хочешь примерить. Ну, интересные трусики вообще плохо держатся. Да и вообще, как-то все нарисовано не супер качественно, конечно. Можно было и лучше постараться. Ух, я так похожий на игрушку для пневмарсерок. Ну, она, в общем-то, поза у нее меняется только в том плане, что там сиськи свои мацает. Так, и дальше. Холидей аутфит. Давайте посмотрим. Ох, это так уютно и тепло. И самую малость неприлично обожаю. Вот, а если щелкнуть? Хи-хи-хи, прекрати, у меня уже щеки сводят, а то, китовая любезность опасна. Вроде бы теперь она изменилась немного. Сисяндры свои по-другому обняла. А теперь только голову меняет. Вчера я заснула в поезде, мне снилось, что я очнулась в таинственной школе. А, понятно. Ну, в общем-то, как-то позы она не меняет, и это очень плохо. Мне не нравится. Поэтому не всем девушкам, я считаю, стоит покупать платье. Потому что и ради одного спрайта покупать это не очень хорошая идея. Ты мой лучший сон, ставший реальностью. Платье довольно оригинальное, хотя бы. Ну, блин, какие огромные сисяндры, жесть. Ух, я так похож на игрушку для обнимашек. Да, и она, типа, обнимает свои сисяндры, когда мы на нее щелкаем. Ну, в принципе, два спрайта получается у нее. Я как тортик отправляюсь прямиком к твоей попе. Что, блин? Какого фига? Ну, давайте теперь посмотрим, что тут у Нутаку. Косплей. Ох, это сексуально. Настало время улучшить свои оценки. Ну, блин, какой-то слишком огромный пупок. Как влагалище какое-то. Хотя у некоторых девушек такое бывает. Не знаю. И по-дебильному нарисовано. То есть, вот это вот что такое? Почему оно так? Типа об соски трется? Какое-то действительно БДСМ. Так, а если чпокнуть? Пожалуйста, остановись. Не трогай меня повсюду. Я не выдержу пока. Ну, это хотя бы позу меняет. И действительно, вот смотрите. В этой позе выглядит поприкольнее. Мне кажется. А такая поза... Ну, если честно, она лучше, чем изначально, когда мы надеваем ей. Как ты относишься к нуту и наручникам? И сердечко показывает. Прикольно, да? Теперь купальник наденем. Чудесным образом он еще откровение моего прошлого наряда. Прогресс не стоит на месте. М-м-м, интересненько. Ну да, только здесь, блин, прикрыто все. Пожалуйста, остановись. Ну, вот эта поза мне, когда мы ее покаим, она больше нравится. Блин, соски просвечивают, да? Специально ж нарисовали так. Ну, вот эта поза мне нравится во всех костюмах у нее. Ну, и вот эта поза тоже нравится. То есть, она вроде бы и первая. Ну, хотя, блин, ну, лицо отстойно нарисовано. То есть, вот так вот облизывание. А вот как девушки не могут замереть, понимаете? Позы, они не должны быть, как бы, фотографиями какого-то сиюминутного момента. Именно поэтому у аниме каких-то там девушек их редко рисуют, там, с вытянутым языком, с чем-то подобным. Тем более, там, в игре. Ну, не знаю. Значит, подарить еще один наряд. Уникального костюма нет. Эта ткань дарит такие приятные ощущения. Вот, потрогай. Очень откровенный. Новогодний наряд. Ну, кстати, он довольно плохо нарисован. Какое-то дело доходит до щепотки. Всегда есть варианты. Но это тоже интересно. И, конечно же, сердечко. Мне нравится думать о моих ногах, как о печенье Орео. Вот при чем тут? В смысле, что они хрустящие или что? Или в креме? Типа, кремом намазывать, да? Типа, или чё? Да что это намек? Я так и не понял. Возможно, я очень непонятливый. Вот вообще свадебные платья больше всего нравятся. То есть, свадебное платье хотя бы одной девушке я советую купить даже фритуплейщику. Ну, то есть, самой любимой своей девушке. После того, как вы попробуете все костюмы у всех девушек, то вы можете купить свадебное платье своей любимице. Типа, просимволизировать. Потому что они говорят, собственно, о любви. Ну, собственно, покупка свадебного платья, это как бы как просмотр концовки и выбор этой девушки, как своей любимицы. Ты ещё не знаешь, что аоха означает унутаку, ха-ха. Скажи да, и я тебя всему научу, любимая. Так. Интересная платьица. Очень интересная. Ну, интересненько. Блин, ну то, что она отправляется к моей попе, это совсем не круто, на самом деле. И, пожалуй, на этом мы закончим. В принципе ж. Всё, мы посмотрели. Двух девушек сейчас прокачали, просмотрели их как бы там всякие ништяки. Продолжим в следующей серии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok